Привет, меня зовут Вика, у меня есть два канала, этот и еще один побольше, и сейчас вы попали на серию коротких видео с ответами на вопросы. Эта серия видео нужна, наверное, скорее мне для организационных целей, чем, может быть, кому-то еще. У меня есть некоторое количество вопросов, которые мне задают с завидной регулярностью, и я, честно говоря, устала отвечать в комментариях, а снимать какие-то масштабные видео на эту тему на основном канале я не планирую. Зато я аплодирую на такие вопросы, давать ссылки на вот эти видео. Я буду их выкладывать, я думаю, наверное, каждый день в течение недели, и если вам интересно что-то про меня лично, то, наверное, стоит их посмотреть. Если вас больше интересуют какие-то познавательные, полезные видео, то вам на основной канал, ссылка внизу. А если вам нравятся влоги, нравятся какие-то личные видео, нравятся такие более развлекательные и более откровенные, наверное, видео, то оставайтесь здесь. В общем, на какие вопросы в течение этой недели я планирую ответить. Вернее, я планирую ответить на них сейчас, но выходить видео будут чуть дольше. Зачем мне такие длинные волосы? Не надоели ли мне? И вообще, подстретитесь в конце концов. Когда ты уже снимешь свои тренировки? Когда ты ложишься спать и сколько вообще спишь? Расскажи, покажи бывшего мужа, детей, родителей, жен и так далее. Отвечу на этот вопрос. Как мне вообще не скучно так жить? У вас все запланировано, это же невероятное занудство. Как можно быть такими задротами? Шестой вопрос. Что ты ешь и почему ты ешь отдельно от семьи? И седьмой вопрос. Как переехать из России? Какие вообще есть сценарии? Как люди решаются на эмиграцию? И все в таком духе. Поехали, наверное, с самого простого и с первого. Зачем тебе такие длинные волосы? Давайте начнем с самого простого первого вопроса. Зачем тебе такие длинные волосы? Почему ты не подстрижешься? Не надоело ли тебе? Не мешает ли тебе? Не болит ли у тебя голова? Не разоряешься ли ты на шампунях? И вот это все около. Зачем мне такие волосы? Мне они просто нравятся. Мне нравятся, когда у меня длинные волосы. Это совершенно не значит, что я не одобряю женщин, которые с короткими волосами. Или я одобряю мужчин, которые с короткими волосами. Ничего подобного абсолютно. Я считаю, что со своей внешностью каждый волен делать вообще все, что он хочет. Хочет татуировку на лице сделать, пусть делает. Ну, как бы тут действительно, кажется, решает сам. Что касается удобства. Начиная с какой-то длины, в общем, тебе уже более-менее все равно плюс 20 сантиметров, плюс 30 сантиметров. Особой разницы нет. У меня сейчас длина волос уже такая, что я давно на них сажусь. Если они у меня распущены, у меня, слава богу, пока хватает длинный рук, чтобы делать какие-то прически. Но при этом я не могу как бы в один заход протащить все волосы, допустим, через резинку. Потому что они слишком длинные, приходится перехватывать. И это уже давно. Почему я не делаю короткую стрижку? Я думаю, что, во-первых, я еще успею. Во-вторых, у меня была короткая стрижка. Ну, я с ней как-то жила. Но не укладывать мне волосы можно только, когда у меня супер короткая стрижка. То есть вот когда я брилась машинкой, все было норм, никаких проблем не было. Как только волосы отрастают хотя бы там сантиметров на 5-6, приходится сильно заморачиваться, чтобы это выглядело прилично, а не просто как взрыв. И поэтому, поскольку я ленивая, я не хочу этим заниматься. Мне реально проще завязать хвост, заплести косу и так существовать. Почему я не сделаю волосы, допустим, просто длинными, но не экстремально длинными? Типа не обрежу их по талию, по локоть, по лопатке. Потому что у меня волосы, ну, их просто надо знать, как бы кто, как не я лучше знает мои волосы. У меня волосы очень объемные, они вьющиеся. Они вьются не спиральками, а такими волнами. И они действительно, ну, вот я не могу сказать, что они там просто супер, мега густые. Но они густые. И плюс они действительно вот именно что объемные. То есть у меня вот эти волны, они, как бы, не знаю, как объяснить, короче говоря. В общем, у меня в каждой волне не очень много волос, но они все на вкладке, на довольно большом расстоянии друг от друга. И в итоге вот этот весь объем, за который все бьются, и все это мечтают, ах, прикорневой объем, ах, объем прически, меня это, наоборот, утомляет. Потому что у меня объем просто очень большой, если ничего не делать, если волосы не кератинить, если не пытаться их там какими-то уходовыми средствами утяжелять. У меня волосы при длине по лопатке, они просто вот после мытья головы, они вот стоят примерно горизонтально параллельно земле, верхние их слои. Мне не кажется, что это красиво. Вот это реально неудобно, потому что когда волосы отрастают более длинные, они, естественно, становятся более тяжелыми, и они гораздо лучше просто лежат. И при такой длине я, в принципе, могу еще иногда ходить, допустим, с хвостом, или даже иногда ходить с распущенными. Но когда у меня вот такая для меня промежуточная длина, то есть меньше, чем до талии, мне просто, правда, менее удобно, чем сейчас. Если я обрежу волосы действительно до какой-то там средней длины, меньше, чем до талии или по лопатке, я абсолютно уверена, что я не начну носить волосы распущенными. Как все говорят, зачем тебе длины волосы, если их никто не видит? Это действительно аргумент, но я при любой длинной длине волос буду их все равно собирать, потому что мне неудобно. При этом, когда нужно все-таки, тебе хочется, чтобы твои волосы увидели, есть какой-то повод для этого, то распустить волосы, которые, как у меня, длиной до середины бедра, это, естественно, гораздо более впечатляюще, чем распустить волосы по лопатке. То есть, когда мне надо как-то офигенно выглядеть, чтобы был вау-эффект от волос, тогда я, собственно, просто распускаю волосы, и этого достаточно. Вот, наверное, основной поинт, который я могу указать. В общем, для меня, чем волосы длиннее, ну, до какой-то разумной длины, естественно, если они дорастут до пяток, наверное, я начну на них наступать, наверное, по стригу. Но сейчас я не вижу вообще никакого смысла обрезать волосы, потому что я буду делать все то же самое, я буду ходить с тем же пучком, в лучшем случае с косой, и только иногда их распускать, но уже без такого там суперэффекта, что, о боже, какие длинные волосы. Что касается мнения мужа, друзей, родителей, в общем, многим, большая, наверное, часть моих знакомых и родственников более-менее все равно, потому что действительно у меня волосы на 30 сантиметров короче или на 50 сантиметров длиннее, ну, может, у меня немножко увеличивается объем моего пучка стандартного. Большей частью у меня действительно все время убраны волосы, и людям все равно. Что думает мой муж? Нет ли такого, что муж заставляет меня не стричься или там запрещает мне стричься? Может быть, у него там какой-то суперфетиш на длинные волосы? Скорее нет. Длинные волосы, в принципе, это наше общее решение. То есть мы оба считаем, что длинные волосы – это прикольно. Более того, я говорю, что, ну, вот выйду на пенсию, сделаю себе короткую стрижку. Муж говорит, нет, я очень мечтаю, что у тебя будет длинная седая коса, но такого, что он не запрещает стричься или там говорит, что вот, не дай бог, не обрезай ни сантиметра, нет. Он совершенно спокойно относится, ну, то есть если я решу обрезать там 50 сантиметров волос сейчас, никаких проблем, я уверена, не будет. Но при этом он и не говорит, что давай, давай расти еще больше. В общем, короче, плюс-минус полбетра ему, мне кажется, все равно, потому что даже при том, что мы действительно там живем вместе, он, я не думаю, что постоянно как-то сталкивается с моими волосами именно вот в таком виде. Большую часть жизни, 99% времени, я волосы убираю. И когда я сплю, например, я тоже сплю с пучком, то есть нет такого, что я там придушила мужа косой во сне. Ничего такого. В общем, я надеюсь, я дала исчерпывающий ответ. В общем, резюмирую, зачем мне длинные волосы и почему я не стригусь. Первое, мне так нравится. Второе, мне так реально удобнее. Мне действительно такая длина, как сейчас, удобнее, чем длина до талии в стилу структуры моих волос, в силу того, что я ленивая и не готова тратить время на укладки. И третье, мне нравится, что я могу распустить волосы и делать вау-фотографии или прийти какая-нибудь вау-красивая на какой-нибудь вечер. Мне кажется, что когда волосы более короткие, то эффект менее выгружен. Наверное, это все. И переходим к следующему вопросу.